Когда в литовском обществе возникла потребность в своей форме музыкальной манифестации свободы, именно композитор Вячеслав Ганелин, работавший тогда с Романом Виклюком в Театре русской драмы в Вильнюсе, оказался ее символом, точкой, которая вызвала кристаллизацию на цвет литовского джаза. Джазовая манера Вячеслава Ганелина обратила внимание на себя еще до приезда в Вильнюс в архамбельского барабанщика Владимира Тарасова. Ганелин участвовал в знаменитом Таллиннском фестивале, на который приезжали Чарльз Ллойд, Кир Чаррин, Ян Кармар. Однако после начала сотрудничества с Владимиром Тарасовым в 1969 году, и особенно после присоединения к этому дуэту уральского саксофониста Владимира Чикасина в 1971 году, образовалась то самое знаменитое трио Ганелина, которое составило целую эпоху мироощущений советских музыкантов. Интересно, что даже Ефим Семенович Барбан не сразу осознал значимость трио Ганелина. То, что делал Ганелин, не было похожим на зарубежные образцы. Вся подражательная парадигма советского джаза рушилась. Как всегда, признание пришло из-за рубежа. После выступления в Польше и Чесловакии. Виниловая грампластинка с фрагментом композиции «Поко Апопа» «Муза польские наградия SX-1454А». Особенностью Ганелина как музыканта явилось то, что в нем совмещался композитор академической подготовки с настоящим джазовым пианистом и к тому же руководителем ансанта. Впервые в советском джазе музыкант не имитировал, не адаптировал услышанные по радиоколосам и заезженным, привезенным полувегальным полуконтрабанда грант пластинка, а создавал свое и имел смелости дружбу играть на концерте. Беззнание аудиторию пришло довольно быстро. И критикам, джазовым организаторам, музыкальному и стеблишнам нужно было как-то на это реагировать. Они оказались в трудном на верное положение. Столько лет приучали компетентные курирующие культуру органы к луэрам Стромбу и Дюйу Электону. И вот где раз, джаз какой-то, да даже не фриджаз, а полистелистика. А где взять еще и по полистелистике бойцов невидимого фронта? Такого в послевоенной истории советской культуры еще не было. В итоге функционеры выдали явление Триога Неллина за закономерный расцвет творческой свободы в СССР и отправили Трио в многочисленные турне по Европе и Америке. Стали выходить пластинки на мелодии. Среди слушателей возник культ Триога Неллина, или, как их стали называть по первым группам фамилии, ГТЧ. В 1984 году я наблюдал, как на фестивале «Осенние ритмы», проходившем в ДК имени Гааза в Ленинграде, разъяренное отсутствие билетов в кассах толпа снесла с петель огромные многометровые двери и римулась в переполненный зал. Атмосфера напоминала обстановку концертов гражданской обороны. Работали ГТЧ вполне официально, от литовской филармонии. Выступать в Москве, впрочем, не стремились. Концерты проходили почти исключительно на двум площадках. В зале впоследствии печально знаменитого Дома культуры 1-го ГТЧ на Дубовке «Шарик-машин» и в обществе слепых. Между этими площадками метались во время приезда Трио Ганеллина в Москву как хиппи, так и московский концептуалист. Помнится даже название картины одного из концептуалистов на выставке то ли на Малой Грузинской, то ли на Миллионщикова «Мы любим Трио Ганеллина, Трио Ганеллина любит нас». Советские джазовые музыканты осознали происходящее и вовсю просились копировать и имитировать, а также развивать и углублять не американцев, а достижения Ганеллина. Практически весь новый советский джаз, особенно Сибирь, Урал и Архамельск, находились под сильнейшим влиянием Вячеслава Ганеллина и музыки его Трио, не исключая ленинградцев Анатолия Вапирова и самого Сергея Гурюхи. Из новоджазовых музыкантов в 70-е, 80-е «Счастливо избегли заимствований только ленинградский дуэт Владимира Волкова и Вячеслав Говоронский, смоленский биоанчелист Владислав Макаров и его школа, музыканты моего Трио». Можно сказать, что другим путем, ориентируясь на другие процессы, шли гениальные музыкопроизводящие, шли гениальный богин Мустафа Задеев, азербайджанский пианист, для Михаила Альберина и Юрия Кузнецова. По сути, музыку Альфреда Шнитке или Сергея Гурюхина тоже можно было отнести к стилистике, но в условиях Москвы и Ленинграда исполнение их пуски вызывало разнообразные гонения, репрессии. Гурюхин смог выйти из-под поля и устроиться в Лен-концерт только в самом конце 1988 года, когда Вячеслав Ганелин уже год как эмигрировал в Израиль с женой и дочкой. Что было и причиной распада Трио Ганелина? Противоречие в составе коллектива, когда с легкой руки все того же Ефима Семеновича Барбана Трио Ганелина превратилась в ГТЧ, повысился статус его участников амбиции. Барбан, Баташук и другие критики стали писать о равноправии в Трио, давать неумеренно их малы отдельным его участникам, не увеличивая их роль в реагирующем целом. В итоге Трио развалилось, собираясь в конце своего существования только для важных зарубежных гастролей в США. Приобрел или потерял Вячеслав Ганелин от эмиграции. В плане востребованности, концертирующий музыкант, автор музыки к театральным постановкам или кинофильмам, думается, потерял. В октябре 2002 года меня пригласили выступить в Тель-Авиве с концертом. Я некоторое время колебался, опасаясь терактов. Но когда подошло время лететь в Израиль, оказалось, что Москвы немного безопаснее. Издание Дома культуры 1-го ГПЗ, в котором любили выступать в Москве, в ГТЧ-80-е, в 2002-м, за несколько дней до моего вылета в Тель-Авив, чудом удалось спастись певице моего молевич-проекта Алифтини Поповой, игравшей бабушку в злополучном народности. Так, в первом отделении моего Тель-Авивского концерта выступал Ганелин в сольной программе. Я поинтересовался у него, когда он выступал с концертом в Израиле в прошлый раз. Оказалось, чуть больше года назад, в сентябре 2001 года. Впрочем, Слава никогда не жаловался на жизнь. Он привык жить в маленькой стране, в Литване намного меньше Израиля, зато в своей. И устает повторять, что он живет по своей земле, на исторической родине, на земле сильных людей. И звучат его слова, невзирая на его репутацию шиперка, очень и очень серьезно и убедительно. Впервые я сподобился разговаривать с Вячеславом Ганелином в Цюрихе в 1989 году на организованном Сюзанне и Таннер в фестивале советского джазового авантарда, в котором ей удалось собрать всех выдающихся новоджазовым музыкантам из СССР и даже бывших советских республик Канелина не мопировали. Тогда, в 1989 году, мне запомнилось, что Канелин очень подружно расспаривал свой синтезатор. Постоянно все разговоры сворачивали о том, как синтезатор позволяет ему реализовывать свои замыслы, проверять темпы и так далее. Там я впервые услышал его на концерте в очень хорошем дуэте с его другом, израильским барабанщиком Генгий Марковичем. Что меня тогда приятно удивило, это то, что слава стал намного ярче играть в рояле. Во времена трио Генгачи, он несколько держался в тени, и пытался Владимира Чекасина со сатанистом. Собственно, израильские проекты трио Ганелина с Фонаревым и Марковичем дуэты с последним звучат для меня даже интереснее, более цельным, законченным. Во всяком случае, концерт дуэта, я считаю, вообще лучшим концертом на швейцарском фестивале. В 1984 или 1985 году, когда стали заметны конфликты внутри ГТЧ, которые привели в итоге к распаду знаменитого трио Ганелина, мне довелось даже участвовать в одном концерте с таким трио Ганелина. С Вячеславом играли ученик Чекасина, пиатра «Смешняуска», «Стальцерсофон», «Кригорий Талос», «Иргуссия», «Самодельные электроинструменты». Сейчас мы их назвали электронными инсталляциями. Партнер Ганелина из 60-х, из до Тарасовской поры. В первом отделении того концерта взяли у финляндского вокзала, первоначально был заявлен Сергей Курехин «Соло». Но Курехин, узнав о том, что я нахожусь в Ленинграде, отказался выступать без меня. Я сослался на отсутствие саксофона у меня с собой в Ленинграде. Курехин договорился с Вишням, сказав, что тот я должен свой на время концерта. Я попросил, чтобы там в трио добавился еще мой традиционный партнер в то время, барабанщик Александр Конрашкин, которого Курехин решил равновесить в свое время «Борисом Герменщиковым». Электрогитара «Стратокастер» пил на пильник. Я волновался. Герменщиков пил на пильникам струны «Стратокастера», а в итоге выглядели мы, думаю, неубедительно. В Курехин мы после концерта разрубались. Примерно через год-другой Александр Хан, главный организатор музыкальной подпольной жизни в Ленинграде, еще раз попробовал обратить внимание Ганелина на меня, устроив концерт на выделенный тогда авангардистом, компетентными органами площадки на Чернышевске. Играть перед Ганелином я должен был в трио с Владом Макаровым и Сашей Конрашкиным. Помню, что Игорь Тихомиров из группы «Джунгли» в кино специально принес из Думы контрабаста Макарова. Продакциальным образом выступить полную силу нам опять не удалось. Конрашкин без объяснения причин решил никогда больше с нами не играть и просто не пришел на концерт. Я никогда больше и не играл с ним, разве что в подмеханиках и больших оркестрах. Да и не сыграю. Он умер в 99-м году, ровно через три года после Сергея Конрашкина. На Ганелина я тогда, как саксофонист, опять не произвел никакого впечатления. Все на губах, разочарованно сказала, на моей технике и скорее всего был прав. Я саксофонист, самоучка, абсолютно неподходящий кандидат для реализации полистилистических композиций автора, пришедшего в джаз и академической музыки. После отъезда Ганелина в Израиль, как и следовало ожидать, его имя стало неупотребимым в официальных изданиях до конца Советский путь. О неофициальных изданий этой тематики тоже не стало, так как главный автор полигириков в честь Ганелина Ефим Семенович Барбан эмигрировал в Англию годом раньше, чем Ганелин в Израиль. Оставалось только радио. Ефим Семенович Барбан стал вещать по BBC под псевдонимом Джаральд Флот. Леонид Фейгин, радиопсевдоним Алексей Леонидов, издавший на Лео-рекордс пластинки советских ангартистов, продолжал знакомить советских слушателей в творческом гаделе на постсоветском периоде в своей передаче на миссию. В 1988 году Сергей Курюхин пригласил меня в лейнград для записи дуэтной пластинки в «Мариной земле». Записывались мы с концерта в капелле имени Гринки. Поселил он меня прямо в здании капеллы в специальной квартире-гостинице, находящей окнами в откро, на Дворцовую площадь, напомнив, что до меня там же жил Ганелин, приезжавший на Аналогичный город. В первой половине девяностых я стал участвовать в издании местной газетки «Наши красковые», выходящий раз в месяц на средства администрации поселка и распространявшийся бесплатно. Тогда же мне удалось накопать там довольно большую заметку. Наш земляк Вячеслав Ганелин, впоследствии вошедший в напечатанный в 2000 году том красковских летописей на рубеже тысячелетий, заслуживающих особо внимания. Некоторое время в Красковой еще обитали родственники Ганелина. Например, в одном доме со мной жил его двоюродный брат, работавший резчиком по камню на еврейском плавбище в Малаховке. Эмигрировал позднее в Канаду. Троюродные родственники жили некоторое время в Томилино. Один из них, волтернист, критически отзывался об академических параметрах звукоизвлечения Аркадия Шелкопера. Тот же Аркадий Шелкопер, по моему мнению, лучший джазовый волтернист мира, порекомендовал утренние телепрограммы одного из центральных каналов. Меня в качестве знатокат общества Вячеслава Ганелина в 2001 году, когда она решила почтить вниманием дату 17 декабря в день рождения Канели. Пока ведущий уже грибировался, он решил похотя расспросить меня, кто такой этот Канели. Я коротко помедал, что знал. Услышав, что маэстрия эмигрировал в Израиль, ведущий изменился в лице и предложил мне, а что мы все об этом Канели? Вы же тоже музыкант. Давайте лучше про вас в эфире поговорим. Я отказался, шутливо попытавшись перевести разговор на заранее запланированную тему, но телеведущий не уступал. А что вы все об этом Канелине? Признайтесь, он вам одноклассник, что ли? Вдруг детства? Меня такого невежества покороны. Пришлось напомнить дар. Вячеслав Ганелин родился в 1944 году. По ходу передачи оказалось, что существуют еще и другие совпадения. А именно во времени, 17 декабря, помимо Канелина, владелся еще другой, возможно, не менее значительный композитор, Людвиг ван Бетховен. Вернее, точная дата рождения Бетховена неизвестна. Людвиг в Бетховене крестили 17 декабря. А крестить в 1770 году младенцев из бедных немецких семей в Бонне старались как можно раньше, так как квартиры тогда не отапливались. В зимнее время детская смертность была огромной и нужно было успеть и крестить младенца до его смерти, чтобы он не попал некрещенным в ад. Советские евреи даже во время войны не были такими бедными, как немцы в второй половине 18 века. Так или иначе, осомневаться в дате рождения Вячеслава Ганелина мы оснований не имеем. Впрочем, сам Ганелин, тем не менее, не устает повторять. Когда мне тяжело или плохо, я всегда думаю, но ведь я мог и не родиться. 1 октября 2004 года. Ну а теперь я немножко прокомментирую этот текст. Ну, прежде всего, у нас продолжается некоторый цикл о названии этой лекции. Название немножечко некорректное, не совсем правильно. Дело в том, что, когда Ганелин, Ганелин выступала в Союзе на Штатах, официальная, самоофициальная американская газета «Вашингтон-Пост», которая оставляет мнение Госдепартамента американского правительства по всем вопросам, разразилась, удививший меня и многих других поклонников флейджаза фантастической такой вот статьей под заглавием «Джаз, который нужно было бы сослать в Сибирь». Текст был, ну, человек, очевидно, был специалист в международных отношениях, но, наверное, в музыке не был большим специалистом. Во всяком случае, там был такой забавный пассаж. Какое странное эти русские имеют представление о джазе, если это музыка, под которую невозможно даже танцевать. Действительно, был вот такой удивительный текст. На самом деле, когда говоришь об этом с Барбаном или с Каном или с другими знатоками, они говорят, ну, что ты обращаешь внимание на какого-то идиота. Тогда, в общем, писали... Ну, Вашингтон-Пост это что-то типа советской газеты «Правда». Ну, там приехали из Советского Союза музыканты, нужно было как-то максимально их обругать, да, тем более в такой важной газете. Пришли, услышали, дойдете от джаза люди, музыку не похожую на джаз 20-30-х годов. Ну, теперь, собственно говоря, о теме, которые меня, наверное, очень интересуют в связи вообще с генезисом новой традиционной музыки и нового джаза. Ну, точка зрения Александра Кана, например, о том, что джаз и новый джаз в нашей стране вышел из рока. Ну, вот, если мы обратим внимание на Вячеслава Гадылина, то первая мысль, которая возникает, что новый джаз, самый успешный, по крайней мере, вышел из академической музыки. Но мне кажется, это не совсем так. На самом деле, музыкантов, академистов в нашей стране и за рубежом было немало. Например, в США оркестр Стэна Кентона, Кютер Шулер и его третье течение. Ну, такие мертворожденные попытки соединять джаз с академической музыкой, они были очень много и в Европе, и в Соединенных Штатах. И они, как правило, ни к чему выдающимся не приводили. Почему получился такой удивительный успех именно у Вячеслава Гадылина? Я думаю, что это третий источник, помимо рока и академического музыки. Это театр. Гадылин был музыкальным директором, ну, как сейчас говорят, как говорили в советское время, завмузом или завмузыкальной части, русского драматического театра в Вильнюсе, если не ошибаюсь, с 68 по 84 год в протяжении очень большого времени. В чем заключалась его работа по его собственным словам? Не только в написании музыки к спектаклям, но в постоянном присутствии на репетициях. Он отсматривал спектакли, подбирал музыкому спектаклю. Вы знаете, что в театре очень часто не пишется оригинальная музыка, а осуществляется так называемый подбор. Это в московских театрах очень распространено. Допустим, есть театр на Таганге, для которого написали Медисон-Денисов, Шниткин, Сергей Гурёхин, Бойко, и там очень много выдающихся композиторов. Но в большинстве наших театров, к сожалению, оригинальная музыка не пишет. А существует в ангуре, например, в трёх или четырёх боглинных мхатах именно так. Вот, Канелин очень проникся театром, тем более, работая с выдающимся режиссёром, и эта театральность, она присутствует в его музыке. Музыка – это такой музыкальный театр. Поэтому и крупные формы, не трёхминутная форма эстрады, его джаз не похож на традиционный джаз. Традиционный джаз строится по достаточно банальной схеме. Берётся эстрадная песенка, модная в США в 20-30-х годах. В 32-х такт или 64-х такт, очень редко. Но иногда 12-тактовый плюс проводится инструментами экспозиция, иногда два раза. После этого музыканты, участники коллектива импровизируют по очереди, проигрывая обязательно равное количество так называемых хорусов, вот этих квадратов, 32-х тактов, 64-х тактов или 12-х тактов. И потом в конце все вместе исполняют дыр. Так строится традиционный джаз почти весь, без исключения. Такого джаза у Канелина Вейтининца, во-первых, для него, как композитора, такая убогая форма была очень ограничена. Во-вторых, театральный мир, театральные требования вызывали жизни совершенно другую организацию, столкновения характера. Ну вот, мы сегодня услышим кусочки из из раннего Канелина, из самого раннего, до Трио-Канелина. У меня таких записей, к сожалению, нет. Я даже не знаю. Если они, записи, как известно, не горят, но сохранились записи выступлений Канелина из его первых составов, до встречи с Тарасова Мачекаси, я даже не знаю. Может быть, в Эстонии такие записи хранятся, когда-нибудь они увидятся. Пока мне это неизвестно. Но, начиная с туэта с Тарасова и дальше, музыка Трио-Канелина и вообще всех коллективов строится уже не так более сложно. Почему я акцентирую на этом каком-то еще происхождении? Потому что советский джаз традиционный это вторичное подражательное явление, которое ничего оригинального дать не могло. На почве подражаний, на почве американизма ничего создать было нельзя. Поэтому все, что оригинальное появлялось, оно все приходило из какой-то другой музыки из каких-то. Или из театра, или из лока, или из академической музыки, или из медники. Но всегда из чего-то, из подражания, из копии создать какое-то яркое явление невозможно. Что бы мы ни взяли в нашем традиционном джазе, всегда это были балетные копии, превосходящего их значительно оригинала. Теперь я хотел бы несколько сказать о раннем ганалином. Мне удалось разыскать, какие были первые составы. После окончания консерватории в первом составе из ганалином играл Александр Мельник, барабанщик, и на контрабасе играл фотограф Григорий Талас, который вообще разносторонний он и фотограф, он был и конструировал какие-то электронные лимочки, как сейчас это говорят. Вот в этот период Александр Мельник женился и вынужден было, по словам Ганелина, искать более доходный путь в своей жизни. После этого Григория Таласа контрабасиста забрали в армию. Появился новый контрабасист Иозас Румилайтис. Ударника уже, между прочим, не было, сообщают Григория. Вот тогда потребовался барабанщик Григорий Таласов. Он присоединился к дуэту и возникло интерьер. Но просуществовало оно тоже недолго, потому что Румилайтиса забрали вармию. Тогда в протяжении двух лет, в 1969-1981 годы Ганелин выступал с Тарасовым в виде дуэта. В 1971-м году они встретили Владимира Чекасина в Свердловске. Они были там на кастролях и знакомые порекомендовали послушать такого яркого, интересного музыканта, который, если не ошибаюсь, приехал в Свердловск, из маленького первоуральского городка, он из Свердловчаля. То ли из первоуральска, то ли из серого. И он сразу понравился им. Дальше они стали искать Канелин и Тарасов, каким образом его переманить в Литву, каким образом его переехать. Они устроили его концертмейстером в ансамбль «Тримитас». Такой был ансамбль духовой музыки литовской, национальной, в котором он успешно много лет протрубил после этого. Так возникло то «Триоганелина». Теперь по «ГТЧ». Сокращение принадлежит Ефиму Семеновичу Барбанову. Сыграло это сокращение достаточно негативную роль. Как правило, традиционным джазовым критикам людям не из музыки очень часто представляется, что на сцене главный это тот, кто поет или тот, кто играет на наиболее ярком инструменте. Что это самый главный композитор и автор всего. На самом деле для зрителя, который наблюдал концерты «Триоганелина», наиболее таким ярким эпатажным был, конечно, Владимир Чекасин. Потому что он хрюкал, укорекал, демонстрировал искусственный половой член на сцене, каких-нибудь девушек раздевал. В общем, совершал разные эпатажные, иногда чудовищные с точки зрения зрителя-слушателя поступки. Вот эта его деятельность вызывала, конечно, наибольшее внимание. На самом деле автором всех в большей части материала и автором всех композиций на протяжении по крайней мере семи лет существования Триоганелина был Вячеслав Ганелин. Дело в том, что если вы обратите внимание на название пластинок Триоганелина, они называются по-итальянски. Называются так, как обычно называются в академической музыке характер или темп музыкального произведения. Поко, опоко, мало, помалу, поэсэгоэ и так далее. То есть это такие вот. Если вы именно вот эти названия, названия темпов это такой как бы фирменный стиль про подключение и название концерта. Впоследствии после, если не ошибаюсь, после 1986 года Ганелин постепенно отборит. С вами появился геопозначение. Вот. Дальше. После что случилось? В 1986 году Вячеслав Ганелин эмигрирует в Азраиль. Но музыка на этом не заканчивается. В 1987 году к нему присоединяется барабанщик Микки Маркович и саксофонист Борис Гагнер. Эмигранты из Советского Союза. Выступление с Миккой Марковичем не удалось услышать. И мы послушаем фрагмент как раз этого выступления, о котором я говорил в достаточно редкой пластинке записанной в Швейцарии в 1989 году фестиваль советского джазового авангарда. Борис Гагнер это саксофонист из Риги. Я, если не ошибаюсь, у Ефима Семенши Барбана в одном из его квадратов было публиковано с ним интервью «Я Гагнер» «Я Гагнер» «Я Гагнер» «Я Гагнер» «Я Гагнер» В Израиле Гагнерин играл потом в трио с фонареванным Марковичем, с Вишнявскосом и Гатесманом. И в настоящее время Гагнерин сформировал трио, которое с моей точки зрения звучит не хуже, чем знаменитое «Аггетачье», чем трио с Тарасовым и С Тарасовым и Чикасиным. Это трио называется «Приорити». В нем играют замечательный литовский саксофонист Петро Смешнявскос и немецкий барабачик Клаус Кудель. Я разговаривал с Клаусом Куделем об этом проекте и Кудель говорил мне, что когда Ганелин предложил ему играть, он потрясен, заволнован, заменить самого Тарасова. Я слышал, что многие люди негативно отзывались об его игре. Он считает Ганелина величайшим музыкантом современности, он счастлив играть в его трио. С моей точки зрения, может быть, конечно, это хрустовщина, но для меня трио приорити звучит еще интереснее, чем то первоначальное трио Канелина. Дело в том, что сейчас в какой-то степени трио Канелина ГТЧ это был проект «Лебедь, рак и щука», то есть три музыканта с очень разными взглядами, амбициями, тянувшими разные стороны, то сейчас музыканты играют не потому, что иначе они не могут выехать за рупеш, или иначе их куда-то не пригласят, а сейчас они играют невынужденно вместе, а это благодаря тому, что и Лишняуска, и Угеля устраивают их роль в трио, устраивают композицию, исполнять композиции Ганелина именно участвуют в его проекте. Я хотел бы сказать, что и сольная игра Вячеслава Ганелина очень раскропастилась. Если все-таки в том трио, которое было ДТЧ, оль солистов практически всегда исполнял Ганелина Чекасева, то Ганелин был несколько веземнений. Как бы выполнял функцию садовника, скорее садовника, чем цветка, то не знаю почему, но во всяком случае с 87-88 года и в сольных его записях, и в записях проекта, различных проектов он звучит ярче. По синтезаторе и компьютере известно, что большая часть фриджазовых музыкантов не любит электронных как правильно с музыкантами играющими на электронных инструментах не сотрудничают. Это сохраняется до сих пор. Определенное такое сектанство. Но из своего опыта я могу сказать, что не так давно я пытался использовать электронные инструменты вместе с Филом Минтоном, играя с ним во Львове на фестивале. Казалось бы, электронный духовой инструмент это духовой инструмент, который звучит достаточно разнообразно и спой же непредсказуемо порой, как и саксофон или труба. Но преодолеть определенные предубеждения музыкантов европейского скажем джазового авангарда к электронике очень трудно. У меня есть в жизни практически большинство фриджазовых саксофонистов, с кем я встречался и обсуждал эту проблему использования электроники. Сотрудничество с электронными музыкантами почти все так или иначе относятся к ней к этим. Очень мало примеров такого сотрудничества. Вот Ганелин еще в конце 80-х стал активно использовать синтезатор. Синтезатор синтезатор позднее компьютер. Сэмплирование намного раньше, чем поживая электроника стала выпускаться на фактическах и участвовать в фестивалях наравне вместе с джазы и музыкантами. Пожалуй, это первый пример. Я могу назвать, что примерно в то же время, что и Ганелин может быть чуть-чуть позже стал использовать синтезатор Сережа Курисов. Ему подарила Джана Скингрей синтезатор ПОФИ-2000 первую большую машину, а позднее синтезатор Ямаха ДИКС-100 ДИКС-100 у Ганелина использование такой техники началось раньше. Использование чисто функционально. То есть для Ганелина ассетизатор это возможность реализовать проекты, такие же проекты, как реализовать исполнение своей музыки с большим артистом. об импровизации Ганелин очень интересный музыкант на плане, что он замечательный и импровизатор и композитор. Он автор многих мюзиклов музыки или театральных постановок музыки десятками фильмов. Выше, чем в Советском Союзе и позднее в России если не ошибаюсь последний раз он писал музыку или фильм, а выходил с его музыкой в 2003 году. При этом Вячеслав Ганелин разделяет импровизацию и композицию как импровизацию построенную по тем же принципам как композиция, но то, что нельзя впоследствии доработать или улучшить. То есть композиция это та же импровизация, с которой можно работать. Импровизация это то, что происходит здесь и сейчас и уже изменить ничего нельзя. Сам Ганелин в одном из интервью сравнивает импровизацию с воробьем, который вылетел, его нельзя поймать, вернуть, вырубить топором и так далее. и так далее. Ну, о полистилистике. Для значительной степени ход Ганелина с приведением полистилистики в увлечение полистилистики в час явился очень ярким необычным жестом. Если мы рассматриваем историю джазовой музыки, как она развивалась с 1917 до 1985 год, то в значительной степени, где-то хотя бы по 70-й год, развитие джазовой музыки напоминает в той или иной степени развитие европейской музыкальной культуры. С возникновением модернизма можно провести некоторые параллели между появлением бопа, кулла, хардбопа, третьего течения, фри-джаза, с появлением таких ярких модернистских явлений, которые способствовали, которые характеризовались усложненным языком. Насколько мне известно, до Вячеслава Ганелина такого обращения к поли-стилистике именно в сфере джазовой музыки не было. Это такое яркое слово, не похожее на весь подражательный наш джаз, включая наш фрей-джаз. В лучшей степени музыка, которая возникала в Советском Союзе, я имею ввиду импуляционную музыку, она так или иначе шла по определенной канве американского или западноевропейского джаза. Пожалуй, первая попытка создать, может быть, за всю историю, что-то принципиально свое, принципиально непохожее, это Вячеслав Ганелин. именно этим очевидно и обусловлена та необыкновенная популярность, которую Триоганелина имела в 70-х годах. По популярности. Сейчас современному слушателю трудно себе представить, что на концерт сложной джазовой музыки, не традиционного джаза, такого, скажем, имеющего часто постоянного ритма, метра, мелодики, не работающего по хорусу традиционной аккордовой сетки, что на такую музыку могут приходить тысячи слушателей. Причем эти слушатели могут буквально ломать двери ледобов культуры. Был такой период в нашей стране, когда многое было уже можно, словами еще нельзя. Эта формулировка не моя, а нашим замечательным аллатернистом Аркадия Шиппопера. Некоторые послабления уже были. Вот этот свежий ветер свободы как раз и связан с появлением Триоганелина. В 70-е, в 80-е, в 80-е годы, 85-е, 84-е, 85-е, 86-е, это пик популярности. Именно в этот пик популярности Триоганелин в нашей стране Вячеслав Ганелин уезжает в Москву. К сожалению, этого рода музыка в нашей стране большой популярности больше не имеет. Я могу сказать, что что-то подобное может быть было только у Сергея Борюфина, на концерты которого в Ленинграде собиралась аудитория 10-10 человек. Наверное, этот феномен закончился в конце 80-х годов. В 90-е годы интерес к этой музыке стал угасать. рок постепенно заменил джаз, новый джаз, новую импровизационную музыку, и постепенно постепенно эта музыка стала убилом некого ограниченного элитарного круга за рубежом. Но если популярность Треоганелина в значительной степени была звездна с того, что это некоторая революционная музыка из Советского Союза, то его отъезд в Израиль, конечно, очень победил его иначе. Или иначе в самом Израиле не оказалось в аудитории для такой музыки. Вот пример того, что я разговаривал с Ганелем в 2002 году, предыдущий концерт у него год назад, 2001. В Израиле нет фестивалей, посвященных новой традиционной языке. А в фестивале традиционного джаза, где окопались в основном поклонники вечно зеленых мелодий, подражатели, в основном иммигранты в Советском Союзе. Для них музыка каналина недоступна. Они на протяжении лет боролись против такой музыки в Советском Союзе. Теперь успешно борются в Израиле. в Советском Союзе. Так что получается, что для него, как для музыканта, скорее, это был, я не хочу сказать ошибочный год, который ему, как музыканту-импровизатору, повредил. подойти. С другой стороны, появилось много возможностей сдавать услуги. Насколько я знаю, тогда же, после отъезда карьеры Ганелина повернулся в своем преподавании, это как раз было то, от чего он был избавлен в Советском Союзе. Проводилось интервью и Денису и Офе. Вячеслав Канелин говорит, что в Советском Союзе перед выпускником консерватории был один путь идти преподавать. Вам удалось миновать этот путь и закончить работать в музыкальном театре. Канелин говорил, что в то же время, в конце 80-х, у него был выбор определенный. Для организаторов гастроли предпочтительно было строить туры, в которых музыкант должен играть в менее 25 концертов в месяц. Иначе организаторы невыгодно устраивают туры. Вячеслав Ганелин считал, что нечестно с точки зрения творческого музыканта играть были пяти импровизационных концертов в месяц. И он сохранил эту точку зрения и подчеркивает. Здесь как бы его мнение как творца пришло в противоречие с капиталистическим устройством нашего общества. с тем что современный музыкант должен выбирать между успехом творчеством с администраторами, директорами музыкальными и честностью по отношению и какой-то степени его звезда как астралирующего музыканта зашла, но тем не менее он продолжает выступать и в Советском Союзе и в Литве я знаю, что бывали и ревнионы то есть воссоздание Триогаделина например на книжной ярмарке во Франкфурте на повинене Литвы воссоединялась Триогаделина в своем классическом составе с Чикасиным и Тарасовым было очень успешное выступление оно было записано по Каннелине интересно, что наиболее яркие музыканты полистилистики вышли из Советского Союза это Мальфред Гарьевич Шнитке который родился в 1934 году и ровно 10 лет спустя Вячеслав Каннелин интересно, что слово полистилистика оно так не очень прижилось в английском языке то есть существует полистилистикс или полистилизм выбора но если мы погуглим эту тему то в значительной степени у нас будут результаты будут приводить или к Каннелину или и к Шнитке вот такой интересный парадокс интересно, что наиболее яркий период творчества у этих музыкантов совпал и у Каннелина и у мы не можем говорить кто из них здесь пионер вряд ли они хорошо знали творчество друг друга вот жили в то же время в стране в которой их творчество если не было под запретом во всяком случае не пользовалось широко не освещалось ни в прессе ни в музыкальной критике то есть было некоторым образом таким оппозиционным ну хотел бы привести несколько слов о полистилистике пересказать замечания полистилистики которые в разговоре не сделала в описанное время тогда 30 лет назад Софья с Гатановой Байдулиной разговаривали с ней после Днюю Думы в первой половине восьмидесятых я хотел заниматься к ней домой импровизацией она играла на разных инструментах ударные инструменты играла саксофони такие были сеансы просто импровизации без публики без слушателей Валентина Пономарева меня привела туда Светлана Гончарова Светлана Голыбина композитор вот когда я заговорила по стилистике то Вайдулина объясняла мне что если для композиторов прошлого оперировали оперировали нотами или звуками то Стравинский оперировал интервалами то Альф Горьевич оперирует стиль его стиль это такая же единица как интервал или звук или нота что если мы будем слушать то мы увидим что его музыки также соединяются в самой разнообразной стиле безошло это моей точки зрения в значительной степени благодаря его работе прежде всего в театре я сейчас хотел бы предложить послушать да чем занимается Каннелин помимо древом приорити сейчас к сожалению не могу привести его музыкальных примеров но у него он выступает иногда и записывается с Вести Кеннон и с Гершем Вайсер Фирером который играет на арабском куде на перкуссии к сожалению примеров у меня нет а вот примеры другого рода музыки от классического трио Ганелина до трио приорити мы послушаем сейчас к сожалению произведение крупного формата поэтому простите меня мы будем слушать маленькими кусочками порциями которые дают представление конечно барбарство прерывать маленькие фрагменты но это формат лекции ну сначала самое первое издание мы послушаем фрагмент самой первой пластинки изданной в Советском Союзе в 1976 году пластинка доставшаяся мне в то время была в белом конверте просто прям ничего не было написано а собственно на яблоке на диске была написана джазовая импровизация это фрагмент если не ошибаюсь программы поко поко как начиналась первая сторона прожи зала полтора в не в в у Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Курюхин пользовался, и больше того, я считаю, что Ганелин оказал на Курюхина огромное влияние, огромное, ну если не подавляющее, но очень сильно. Несмотря на это, Курюхин выступал-то с Чикасиным, а не с Ганелином. Ганелин он приглашал на концерт в капелле Глинки, если не ошибаюсь, это было в 88-м году или 87-м. Они были, конечно, знакомы, но выступал-то как раз постоянно с Чикасиным, как бы с главным оппонентом Ганелином. В то время они были оппоненты, и между ними отношения не очень хорошие были. Насколько я понимаю, что отношения стали осложняться, как сам Ганелин об этом говорит, в 86-м году во время турне по Соединённым Штатам Европы. У Курюхина была эпатажная палестинистка, поэтому, может быть, они нашли какую-то резонанс. А у Ганелина она была все принципиально. Да, но дело в том, что для Курюхина, в значительной степени Курюхин эволюционировал, о нем будет следующая лекция. Но отличие, что Курюхин – человек очень импульсивный, и человек, для которого мода являлась очень важным понятием. Очень важно было быть модным. Не вообще что-то делать, а что-то делать, что нужно именно сегодня. Не сегодня, а в то время, когда он об этом думал. А завтра – это уже не важно, или вчера. Это человек сегодняшнего дня. Я не думаю, что это как-то приложимое Ганелину. Ганелину, конечно, нет. И в тот или иной момент у Курюхина были разные кумиры. Я думаю, что Ганелин был таким. Хотя Курюхин никогда об этом слов не говорил. Но, конечно, для его творческого метода, метод Ганелина был очень важным. Но Курюхин отталкивался от разного. Если вначале это была Сесил Тейлор, конечно, периоды пути свободы. Потом были периоды Глент Бранко, например, с гитарами. Минималисты. То есть Курюхин так свободно ориентировался в культуре. И вот этот способ комбинировать разные элементы в рамках одной композиции, приходить к другому – это свойственно, чем Курюхин. Кроме того, Курюхин тоже оперировал такими крупными формами. У него все делится на номера, но номера эти перетекают один в другой. Тем не менее, это цельная большая композиция – минут, часа на полтора. У Ганелина – это два по сорок, а у Курюхин – это полуторачасовые. Большие формы или часовые. Но в рамках их у него есть некоторое структурное деление. А детский альбом уже как бы создан после смерти Курюха. Как говорили Анастасии Собровой. Мы вообще не знаем, как он в действительности, что это было бы. И кроме того, это уже достаточно позднее. Период классического Курюха – это поп-механика с 85-го по 91-й. Самое яркое поп-меха. Все перетекает, перетекает одно в другое. Но, тем не менее, там есть номера. А у Ганелина иногда в композиции напоминающая симфонизм развития. То есть, такая система литмотивов, которые проявляются в рамках вот этой сорокаминутной композиции. Могут в начале, в середине, в конце проходить. Образуют такую очень большую связную структуру. У Ганелина было. То есть, Хириум был провести? Конечно, тоже был. Нет. У него были другие. Например, у них было такое домашнее музицирование. На сцене стоял диван. И на этом диване, если не ошибаюсь, Тарасов спал. На протяжении практически всего концерта. То есть, у них был вносил. Но раз он в театре работал, театр Ганелина, прежде всего, музыкальными средствами. А театр Гурюхина, он цирковыми. Вот как бы разница, что это театр и цирк. Вот они как бы, да? Не совсем одно их тоже. Там яркость была очень важна. А здесь что нужно? У Ганелина что было важнее? Вот мне просто интересно. Дело в том, что у Ганелина использует разное звучание синтезатора, а Курюхин здесь бы использовал просто разные оркестры. Оркестр кришнаитов, сверхсрочников, оркестр песни и пляски КДБ, или какой-нибудь симфонический оркестр. Вот здесь. А у Ганелина взял бы разные клавиши, разные тембры синтезатора. Разница вот такая. Но на самом деле их многое объединяет. Интерес к электронике. Для человека, связанного все-таки больше с джазовой позицией, это несколько необычных интересов. У Ганелина причем он перешел в виде эксцемплирования звуков. Не просто из использования синтезатора. Были сложные такие вещи. Грюхин до этого даже не дожил. Просто несвободные люди не ограничивали себя рамками. Мне кажется, это нормально для свободных людей. Еще вопросы? Вы говорили про Трио Ганелина. Не знаю, может, немного не понял, но приглашали ли они еще музыкантов? Случались выступления с другими музыкантами, но не очень часто. Например, есть альбом Трио Ганелина и Марио Скьяно. Это итальянский саксофонист, престарелый. У них записан такой концерт. Сам по себе Ганелин часто менял составы. После того, как то классическое трио стало разваливаться, ГТЧ, то у него стали меняться музыканты. Сначала трио Ганелина существовало в формате Ганелин, Тарасов, Талос. Талос играл на контрабасе, на электронике. Есть записи, я был на таких концертах. Вместо Чикасина появлялся пиатра «Смешный аускус». Тоже я даже описал вот этого сена. На таком концерте я был. То есть какая-то комбинация, какие-то попытки такие Ганелин дел из разных вариантов, из разных проектов. Если не ошибаюсь, здесь проект встречи с ровосаксофон-квартитом. Трио Ганелина и ровосаксофон-квартитом. Особенно за рубежом, конечно, бывали какие-то формы джемов. У Ганелина в жизни много партнеров. Очень интересные, особенно партнеры израильского периода. С большими музыкантами у него есть возможность работать. И в том числе интересно очень с этническими музыкантами. Я, к сожалению, у меня нет записей каких-то. Не могу, наверное, раз добыть. Пока записи Ганелина с музыкантами, которые играют в Израиле с «Медникой». Наверное, очень интересно. Но я думаю, что непонятно. Возможно ли, что он приедет сюда? Ганелин бывает постоянно. Ганелин постоянно бывает. Он бывает несколько раз в год его выступление. Он практически каждый год приезжает в Россию. Но не всегда выступает в Москве. Бывает концерт в Новосибирске, то концерт в Петербурге. Не всегда в Москве. Но, конечно, нет сомнения, что он приедет. Не так давно был. Да, пожалуйста. Хочу тебе вопрос задать. Сказать, что Ганелин был совсем недавно. Это было в конце октября 2014 года. Он играл на Большой Никитской еврейском центре культуры. Он там бывает регулярно. За последние годы он там несколько раз выступал. И потом были с ним встречи. И такие очень интересные были диалоги. И еще бывают выступления в Центральном доме художника на Крымской. Поэтому где-то раз в два года точно он бывает. В России он ежегодно бывает. Это не всегда попадает на Москву. Как это ни удивительно. Но, тем не менее, я когда встречался с ним в Петербурге, то он как раз спросил, а в Москве? Я в Москве? Я сказал, что у меня другие планы. Да, другие планы. У меня другие планы. В Литве он и так редко бывает. В Литве, да, он бывает часто. И он там почетный гражданин. В общем, они устраивают там всякие действия с ним. Ну, тем не менее, в Москве он бывает. Так что вы можете в самое ближайшее время его услышать. Да, у него есть забавный сайт, можно найти. Он выглядит достаточно позорно. Очень самодельный. Есть какой-то самодельный график. Я не знаю, кто это. Может быть, это не он сам сделал. На английском языке он носит этот сайт. Не он, да. Картинки в каком-то странном разрешении. Вот там контакт, музыка. Вот сайт такой есть. Но полноценного, почему-то вот такого великого человека полноценного сайта до сих пор нет. Живет он в холоде. Это между Иерусалимом и Иерусалимом. Да, еще Канелин очень веселый человек. Он большой-большой шутник. Он один из самых-самых шутников нашего нового джаза. Самый неунывающий. Я вообще видел его грустным один раз вообще в жизни. И даже слезу видел у него. Это когда он слушал выступление Чикасина в Цюрихе. Кто-то давно его не слышал. Мы услышали, в общем, с грустного происходящего. Я бы хоть убрал этот фрагмент. У меня было на сцене, если бы я не стал эту ситуацию крутить. А вообще он человек вынывающий. Еще вопросы? Что он преподает? Интересно, что он преподает только не свою музыку. Вообще он преподает музыку, композицию и импровизацию. У него разные, поначалу самые разные. Когда он приехал в Израиль, его работы не было. Это связанное с музыкой, но непосредственно не связанное. Не учитывая, кто это. Вообще Гамелин сам говорил, что когда была педпрактика в консерватории, то говорили, что он способен как преподаватель. Но на протяжении 20 лет, после окончания консерватории, такой возможности не представлялось. А сейчас она предоставилась. Ну, в Израиле, после переезда. И преподает композицию. Композицию и джазовую импровизацию. Еще вопросы? Тоже, если вопросов больше нет, благодарим Сергея Летова за прекрасную лекцию. И в следующий понедельник на лекцию Сергея Курехини. Спасибо. Спасибо. Спасибо.